МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Только новости культуры". Последние театральные премьеры. Самые свежие кинособытия. Открытие художественных выставок. И ни слова о политике. -"Ни слова о политике". Сегодня мы поговорим о развитии украинской модной индустрии. У нас в гостях Ирина Данилевская, основатель и глава Оргкомитета Украинской недели моды. Ирина, здравствуйте. Добрый вечер. Приятно видеть вас в нашей студии. Человек, которого называют мамой украинской моды. И называют небезосновательно, потому что благодаря вам во многом, конечно, в принципе, Украина появилась на модной карте мира. В этом году исполнилось 20 лет Украинской недели моды. Исполняется 10 лет одесскому филиалу, одесскому проекту Holiday Fashion Week. Конечно, хочется начать с самого начала. С чего все начиналось и как за 20 лет, какие результаты наиболее выдающиеся, возможно, вы нам расскажете. Ну, с удовольствием я спробую быть такой лаконичной, иначе мы с вами просто... Я думаю, что начиналось все потому, что в Украине живет в принципе лаконичных людей, лаконичных людей, лаконичных в разных сферах, и фэшн – это не виняток. И я не могу сказать, что Украина Fashion Week я начинала абсолютно с нуля. Вже тоді в Украине были дизайнеры, которые засветились за кордоном, которые даже мали официйные призы на международных конкурсах и так далее. Проблема была только в том, что все события, которые происходили в фэшн-галузе, они все были або в конкурсе, або в фестивале. И как я жартувала, когда между показами двух дизайнеров выходят фокусник и показывают фокусы, то у меня это не влаштовывая абсолютно. И действительно в 1997 году я задумалась про то, что нужно нам объединяться, нужно нам стабилизоваться, нужно певную системность, показать дизайнерам, как працюет мир, как працюет модная индустрия и попробовать создать модную индустрию в нашей не модной стране, в стране без модной истории, я имею в виду. Женки у нас всегда красиво одягалась. А на сегодняшний день стали уже складываться какие-то традиции в украинской моде? Все-таки 20 лет достаточно большой кусок, хотя, конечно, нам еще нужно многое наверстывать, но тем не менее, может быть, какие-то основные моменты. Особливо нам навіть, ну, и не треба уже нас догонять, потому что, если нас догонять сам в индустрии, важковато нас догонять страны, не знаю, такие как Китай, або, например, такие как Италия, яка 60 лет назад проголосила, пріоритетным дизайн и моду в том числе. Украина рухається своим шляхом. Мені дуже приятно, що Ukrainian Fashion Week колись поставив Україну на модну карту світу, примусив світ говорити про українських дизайнерів. И сейчас мы все живем с таким гаслом «Украинский», на подиуме Ukrainian Fashion Week, власне, «Украинский» стає международным. Наши идеи, идеи наших дизайнеров, тренди, которые показывают наши дизайнеры, их работы, они расходятся со свитом. Они продаются, они фотографируются, при этом снимаются фильмы и так далее. Это очень приятно. Ну а что сегодня украинские дизайнеры могут предложить миру, чем они могут быть интересны? Это действительно какие-то новаторские идеи, технологии, возможно, хотя технологии, наверное, все-таки у нас не самые развитые. Ну вот чем берут? Дизайнеры працюють в контексте світовых подий, тому и технологии у нас такие самые, как и, власне, у их коллег в других странах света. Украинская мода достаточно эмоциональная. Украинская мода достаточно комплементарна по отношению к женщине. Все-таки наши дизайнеры еще памятают, что женщина хочет быть красивой. В первую очередь. Украинские дизайнеры часто не показывают этноколекции, но вдохновляют какими-то элементами украинского национального костюма. По объединения цветов, какие-то нюансы крови и так далее. И это, поверьте мне, это не вычерпное джерело для натхнения и для идей. Украинские дизайнеры очень дисциплинованы. Они любят работать в мире, потому что они выполняют свои... Звездные болезни пока не заболели. Не заболели, и они выполняют свои обязанности. И они милые, конструктивные и очень профессиональные. Украинская неделя моды постепенно стала обрастать еще дополнительными проектами. Это и площадки для развития молодых дизайнеров. Это и Одесса Holiday Fashion Week, которая тоже 10 лет в этом году исполнится. И совсем скоро стартует 11 сезон. Расскажите, что будет интересного, а не обычного? Как будет этот юбилей отмечать? Ну, вы знаете, мы, звичайно, люди творчие. Но, виявляються, формальности те, что иногда приходится соблюдать. И этот сезон надзвичайно красивый, надзвичайно эффектный. Когда мы создали Одесса Holiday Fashion Week для того, чтобы помогать дизайнерам между основными сезонами, и получать внимание клиентов, байеров, пресса, чтобы они могли создать круизные коллекции, и им было удобно их демонстрировать. Мы создали майданчик Одесса Holiday Fashion Week сам в этом месте, в котором есть свои традиции, в котором есть прекрасное культурное средство, в котором живут музыканты, художники, журналисты, в котором концентрация талановых людей в Одессе хиба что не наибольшем в Украине. Для нас было абсолютно логично выбор Одессы как центру для показа круизных коллекций, но мы связали с тем, что когда мы пришли сюда в 2007 году, нам сказали, а зачем украинская модель в Одессе? У нас есть порт, у нас есть наши родители… Седьмой километр. Седьмой километр. Наши родители в Америке, наши родители в Израиле, в Канаде, в Киеве… Мы про это сами все знаем, да? Спокойно, да. Можут нас забезпечить прекрасным моделом. Вы знаете, минулого сезона, який був десятым сезоном, мы сделали певный подсумок и нам было надзвичайно приятно увидеть, что сейчас в Одессе существует 12 магазинов, которые представляют украинских дизайнеров. И это значит, что одесситы и одесситки… Оценили, да? Да. Любят и носят. Ну вот украинских дизайнеров становится все больше и действительно… Лариса Лобанова, да, ваша землячка. Ну, конечно, это же ваши юбилейные показы на сороковой сезон. Ну, Лариса Лобанова – это прекрасный дизайнер из Одессы, яку вы тоже знаете, любит Васид. Ну и сегодня, в продолжении вопроса, действительно модно носить все украинское, оно возможно в связи с нашими политическими событиями, да, но это имеет и положительную сторону. Сегодня все стараются подчеркнуть свою национальную принадлежность. Вот в этом смысле ваша мечта сбылась, чтобы украинская стала трендом, украинская мода в том числе. Я думаю так, но вы знаете, каждый новый этап развития «Украинян фэшн век» он подкидает мне новые выклики. И каждый раз мета того, что делает «Украинян фэшн век», она все-таки инша. И сейчас, привернувши увагу всего света до украинских дизайнеров, мы серьезно працюем в самой Украине с государственными органами. Я иногда говорю, что я в Министерстве экономического развития и торговли, прям как на работе уже. Потому что видят в украинских дизайнерах потенциал очень высокий, экспортный. Мне очень приятно, что я постоянно на связи с закордоном, с международными профессиональными майданчиками, которые готовы принимать украинских дизайнеров и видят в них уже таких зерок, которых хочется запросить, с которыми хочется работать. Я имею в виду, что это «Тижние моды» и профессиональные выставки. Мне кажется, что сейчас для нас очень важно створить такую атмосферу, когда мы будем поддерживать украинских дизайнеров на другом этапе их развития. Это на этапе создания других линей, когда дизайнеры сейчас немного начинают делать одежды, это, да, пизнаванный одежды их брендов, но немного дешевле, немного массовая, немного более лояльная цена для украинского рынка. Чтобы это стало доступным среднестатистическому потребителю. Да, потому что дизайнерский одежды в каждой стране, первая линя – это всегда очень дорого. И мне кажется, что мы сейчас должны представить свои плечи украинским дизайнерам в этой новой тенденции. Ну вот практически 20 лет украинский рынок внутренний был закрыт для украинских дизайнеров. Им приходилось отвоевывать свое место, потому что сюда возилось очень много одежды из Италии, из Франции, может быть даже не самого высокого. Сегодня украинские дизайнеры должны вернуть себе вот это место. Получается? И насколько вообще это сложный процесс? И насколько он будет длительным по вашим прогнозам? Ну я думаю, что выходит, я думаю, что все достаточно активно рухается. И я думаю, что за два года мы получим уже прекрасный пол дизайнеров, которые створяют другие линьи. Но не важно забывать и про то, как вы сказали, про такой политический контекст, в котором сейчас работают украинские производители, в принципе. И я хочу сказать еще так. В чем это сприяло уважение самым до масс-маркетов? Мы уже не думаем, что футболки нужно купить только немецкие, а джинсы только американские. Мы уже готовы поделиться на массовый отдых украинского производителя позитивно и висловить ему свою доверие. Ну и поява других линей, как вы сказали, это такая средняя, это такая другая шабель, когда это все-таки индивидуальный подход, это впознавленный почерк дизайнера, но все-таки это не так дорого, как первые линьи, которые достаточно невеликими тережами тережутся, не смотря на то, что продается в мире. И поэтому они достаточно дорогие. Ой, как красиво, я не могу отрываться. Ну вы это все видели в живую, очевидно. Я так понимаю, что все-таки, опять-таки, показы нужно смотреть в живую, потому что экран не всегда передает и фактуру ткани, естественно, и всю эту атмосферу. Ну, все-таки, Ukrainian Fashion Week – это профессиональная подия, и туда очень сложно попасть. Просто человеку, которая захопает фэшн, в первую очередь, дизайнеры запрошивают байеров, это тех, кто продает… Профессионалов в этой сфере. Да, да, прессу. Звичайно, запрошивают зерок, который их надихает. Безумовно, это всегда очень интересно и приятно видеть зерковых гостей каждого показа. Ну и на подиуме Ukrainian Fashion Week фактически только начинается работа с той или иной коллекцией. Потом 50% дизайнеров, которые участниками Ukrainian Fashion Week, они далее едут в Милан, в Париж, берут участие в выставках, берут участие в шоурумах и продают свои коллекции, пропонуют их для продажи в других странах мира. Хочу немного о социальной миссии моды поговорить. Вот вы в одном из интервью сказали, что мода – это трибуна, с которой можно говорить с миром о каких-то важных, каких-то значимых проблемах. Вот дизайнеры на сегодняшний день пользуются этой трибуной, и есть ли какое-то социальное, какое-то политическое высказывание в их коллекциях в одежде? Вы знаете, мне наложить еще одна фраза, я сподеваюсь, когда запатентовать, отримать и копировать. Мода политическая, но не социальная. Я думаю, что свои политические высказывания каждый дизайнер, как гражданин Украины, должен сказать сам, как человек. То, что происходит на потоме – это, безусловно, от всего того, что происходит в мире. И политических проблем, и социальных, и экологических, и так далее. Украинские дизайнеры никогда не стоят о стороне того, чтобы обратиться до нас с такой очень яскравой, да давайте называем речи своими именами. Мода – это яскрава, мода – это цикава, за модой все следуют. Мода – это легкое, зрозумие мистецтво, модным инсайдерам, дизайнерам им верят. Поэтому они используются этой нагодой, чтобы говорить про толерантность, ровность, небайдужость один до одного. Поза минулого, например, сезона на подиуме «Украин фэшн вік» появился мужчина, модель – это ветеран АТО, у которого был протез, и он выходил на бой, он очень красивый человек, и, в основном, часть людей даже не понимала, что у него есть протез, он работал как модель. Мы часто говорим про необходимость помогать детям, мы часто говорим про необходимость поддерживать летних людей, но мне очень близко тема, которая была нами поднята минулого сезона – это тема толерантности, тема свободы выбору, и тема такого с повагой ставления до того, что ты не такой. Ты можешь иметь другой цвет, ты можешь иметь другие вероисповедания, ты можешь по-другому кохать, и, в принципе, никто не имеет права тебе засудить. Про это говорили дизайнеры минулого сезона, очень открыто. Ну вот эта социальная миссия, она же важна, потому что для многих людей, которые, в принципе, может быть, не так интересуются модой, которым достаточно футболки и джинсов, они покупают ту или иную вещь, потому что она несет некую концепцию, связанную с благотворительностью или с какими-то экологическими вопросами. И человек чувствует себя таким образом сопричастным, наверное, к какому-то большому делу. То есть он может купить футболку американскую, но он покупает именно украинскую, потому что он знает, что он таким образом поможет тем же детям или ветеранам АТО или какому-то проекту. Або он поможет просто своей соседине, своей сестре или своей племенице, которая работает в этом бизнесе. Сейчас в украинской фэшн-индустрии очень много людей. И если еще не забыть о том, что в Украине есть такой гендерный нюанс, что в Украине больше половины жителей – это женщины, мы должны должны следовать за тем, чтобы рабочие места для женщин постоянно появлялись. Украинские дизайнеры делают красивые, удобные и комфортные рабочие места для женщин. Это тоже очень важно. Поэтому кто-то, покупая футболку украинского дизайнера, поддерживает таким чином людей, которые не на улице, а на работе и получают деньги. И это тоже чудово. Но мне очень понравилось слово, которое вы сказали, характеризирует сам жест того, когда мы купим одежды. Мы делаем это тогда, когда нам спевзвучно то, что сделал дизайнер. Конечно, эстетическая составляющая. А украинцы знают, что они делают. Часто, кстати, украинских женщин обвиняют в лишней любви к всему нарядному. Прошла уже наша гиперлюбовь ко всему блестящему, яркому, и желанию выглядеть празднично каждый день. Все-таки у вас есть возможность сравнивать. Вы бываете и в разных городах, и в разных странах. Все-таки украинки отличаются своим стилем. Действительно, он более женственный, возможно, более праздничный. Я бы сказала, что он такой, ну, очень сексуальный и занадтояскравый. Ну, принайменно, в всех местах. Скажу честно, в каждом месте есть свои певные традиции. И, конечно, Харьков отличается от Одессы. И, конечно, Львов отличается от Днепра. Это 100%. Я просто щойно была в этих четырех местах. И как раз у вас визуальная картинка, которая была. Да, поэтому, конечно, это вспомнила. Но, знаете что, я не хочу перевиховывать людей, которые, которые начали свое своё сведомое существование в 90-е и так далее, у которых уже есть свои там певные смыки, какие-то наобки, да, своего стиля, которые действительно очень тяжело менять. Я хочу, чтобы мы все обратили внимание на нашу молодь. Вот я пишу о том, как одеждаются молодые. Я просто считаю, что это очень адекватные, очень умные и очень органические люди. И мне нравится, как они одеждаются, потому что их одежда органическая. Ну, и, наверное, поэтому вы поддерживаете так активно украинских молодых именно дизайнеров. Даете возможность каждому дизайнеру, в принципе, заявить о себе. Я знаю, что «Украинская неделя моды» продумала такую многоступенчатую систему, аналогов которой нет. Вы реально готовите интервью, я вам очень вдячна за это. Ну, спасибо, что вы к нам пришли, потому что мы вас ждали. Поэтому, естественно, вот хотелось бы все-таки по этой системе. Чем она так уникальна? Я знаю, что, действительно, если сама схема «Украинской недели моды» была взята европейская, да, и вы делали по европейским лекалам, то вы привнесли, тем не менее, свою составляющую, которая очень нравится европейцам. Вот, может быть, они уже перенимают этот опыт. Да, и мы, навіть, побачим у наших итальянских партнеров, представника итальянского проекта «Вокталент», это итальянский «Вокталент», роботики, прийдет специально в Одессу, шукат этого, но в этих молодых дизайнерах Украины. В этом году? Да, вот сейчас 17 числа, да, 17 червня стартует Holiday Fashion Week. Ты возвращаешься к этой площадке для молодых дизайнеров? Я могу сказать, что для будь-якого «Тижня моды» важно шукать эту свежую кровь и поддерживать молодых дизайнеров. Украинский «Вокталент», возможно, займае трошечки такую позицию, которая не притамана другим «Тижням моды» в свете, только потому, что там очень часто сама держава опікуется молодыми дизайнерами. Но есть государственные институты, которые надают гранты, которые проводят конкурсы с хорошими призовыми фондами и так далее. Я абсолютно спокойно ставлюсь до того, что, на жаль, в нашей стране сейчас не до этого. До сих пор, несмотря на то, что такие масштабы уже приобрело это событие? Ну, не жаль, не жаль. Я без какого-то докору это скажу. Я думаю, что прийде час, когда мои визиты в Министерство чем-то увенчаются. А вы обращались вообще, немножко переключимся на эту тему? Да, мы про это говорим, но я не могу себе позволить, ну, например, я не знаю, думать про какие-то бюджетные деньги. Слушайте, я думаю, что мы должны делать свою работу самостоятельно. И поэтому мы действительно створили речь уникальна для европейских тишингов моды. У нас с 2000-го года существует наш национальный конкурс молодых дизайнеров «Погляд в мой будущем», каким, до речи, финалом которого открывается Holiday Fashion Week в Одессе. И далее у нас есть возможность брать участие в таком платформе новой имена, это уже в рамках Ukraine Fashion Week. Далее Fresh Fashion, это такой невеличкий инкубатор, в котором визривают дизайнерские бренды. Ну и далее, если все гаразд и все добре, не только с талантом, с головой, но и с бизнесом, тогда дизайнер и дальше иду на большой подиум Ukraine Fashion Week. Все очень логично, все очень удобно для дизайнеров, и поэтому мы маем еще, в том числе и тому, мы маем такие хорошие успехи. И постойно есть новое поколение дизайнеров молодых. Мы постойно, нам есть про кого говорить, мы постойно кимось маем пишаться и так далее. Если кто-то сейчас, зрители думают, что это не такая уже большая проблема, я могу сказать, что, например, в Италии еще нет такого молодого бренда, яскравого, например, альтернативного знаменитого Дольче Гмана, або, не знаю, Гуча. То есть уже такие крупные мастера заняли место и не пускают туда молодежь? Скорее, они шукают себя в другом, они не створяют свои собственные бренды, они идут работать на кого-то и так далее. Наши смелые, наши готовы вам вот с головой кинуться в этот бизнес и прекрасно себя в нем почувают потом с часом. Ну и, насколько я знаю, вы не оставляете своих подопечных уже после того, как они вышли из коллекции на подиум, и вы продолжаете помогать им уже продвижение осуществлять дальнейшее, что касается магазинов и так далее, и так далее. Ну, тоже, да, можно закинуть мне, что это функция не притаманная тижня моды, но она необходима украинским дизайнерам, и мы, безумовно, это делаем. И, когда я скажу, то, что украинский стоит международным на подиуме «Украин фэшник», в том числе, за рахунок консультации, порад, организации проектов, которые мы делаем в Лондоне, в Париже, для того, чтобы украинским дизайнерам было, ну вот, более комфортно, для того, чтобы допомогти им в той или иной стране сделать свой бизнес. Ирина, для поддержки этого проекта. Это как-то более понимание, это более понимание, это более понимание. Политики, бизнесмены, это другая категория людей, их влияние, как вы сказали, может быть ширшим, чем просто селфи, которые ты публикуешь в Фейсбуке. Я бы очень хотела, чтобы, ну, мы вот, разъяснили допомогу, я маю на увазі бюджет, гроши и так далее, от створения комфортных умов. Сейчас очень много работают над створением, я постойно на связи с заступником министра экономического развития и торговли Натальей Микольской, которая является и торговым представителем Украины в мире. Еї миссии сейчас в Канаде, в Туреччине, сейчас она была на Близьком Усходе. Еї миссии завжди направлены на то, чтобы полегшировать экспорт украинским компаниям, и в том числе и тем, кто экспортует одежда или товар легкой промысловости. Нещодавно офисом, офис промоушен, это называется экспорт офис промоушен, структура, которая створена в Министерстве и Королевством Нидерландии, где написано, как ты можешь продавать свое взаимодействие и свой одежда в странах Европейского Союза. И вот такие конкретные кроки, конкретные парады, консультации, безкоштовные, до речи, это все очень-очень помогает. Я думаю, что нам просто надо немного ждать. Ирина, ну вот существует такая формула, говорят, что мода придумывается в Лондоне, да, расхожая фраза, показывается в Париже, отшивается в Милане, ну или сейчас уже это в Китай куда-то передвинулось, да, пошив весь. Вот как Украина может вклиниться в эту тройку, и что может предоставить, все-таки вот повторюсь. Вы говорите о том, что сегодня, я так понимаю, что глобализация, да, действует и на моду тоже, и все более универсально становится, но может быть все-таки украинские дизайнеры какую-то свою изюминку могут привнести. Мне кажется, что после экономической кризисы 2008 года эта формула все-таки изменилась, потому что очень много людей теперь думают, на что им витратить свои деньги, которые они решили витратить на одях. И тогда они очень часто вертаются за пошуком цикавой, несподимой оригинальной коллекции оригинального образа. И они уже не готовы там плывти просто за рекламу гучных брендов святовых, а они готовы трошечки пошукать, подумать, не знаю, побегать интернетом и найти что-то, что все-таки будет несподимано и что будет цикаво. И в этом свете могут очень помогать украинские дизайнеры, которые несподиманы, неочекованы, неочекованы. Абсолютно это понятно. почему? Потому, что тут как раз отсутствие величезных тысячных тиражей, тысячных продажей, десятки, сотни тысяч речей, она позволяет сделать сложнее конструкцию, сложнее идею тихие или другие вещи. И это небольшая сложность, да, 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 неунифицировать. Не было счастья, да, несчастье помогло, как говорится. Ну, можно так, а почему бы и не. Да, это хорошая формула. Ну, и потом я хочу сказать, что украинские дизайнеры очень, здебольши, да, большинство украинских дизайнеров, все-таки это люди с хорошей освитою, хорошим вкусом, очень хорошим пониманием того, что происходит в мире. Их не... Можливо, потому что мы живем в такой стране, в стране, где постоянно что-то происходит, у нас нет. Стабильности нет, да. Да, у нас в жизни есть что-то интересное, что у них прилет пташок, как, да, где-то там в Швейцарии. Ну, это заставляет... Это единственное событие за год, да, это прилетать твоей любимой пташки в твой садок. У нас постоянно что-то происходит, дизайнеры постоянно на виски, они постоянно на какие-то эмоции. Должны реагировать. Да. И вот их реакция, их готовность реагировать, отреагировать, отдать себе. Не сделать то, что 100% это продается, а не делаю я там цего вигедного. Это вот сейчас виду, причем в весьма свете. Для меня, я просто, знову, бачу коллекцию Ларисы Лабановой, и хочу сказать, что это дизайнер, который работает в весьма свете, но мне очень интересно ее успех на Близьком Сходе. даже тогда, это немного другой страны, с другими, возможно, приоритетами, с другим культурным под грунтем, но они понимают, что несут украинские дизайнеры. И это очень ценно. Немного такого рынка, который принимает украинских дизайнеров, и рынок, который не принимает. Кто-то продается в Японии, кто-то продается в США, кто-то продается в Милане, кто-то в Лондоне. То есть, вот резюмируя то, что вы сказали, я так понимаю, что украинская мода, она действительно больше дизайнерская, и больше на стыке с искусством, чем, допустим, европейская, где все-таки, наверное, главный не столько дизайнер, сколько там директор по продажам, который говорит, это возможно продать, а это невозможно. Прекрасно сформулировано. Я у вас потом это запишу для своей наступной лекции. Окей, договорились. Я, мабуть, маю сказать, что мы, звичайно, будем рады видеть всех на Одессе Holiday Fashion Week, который 18-го начинается работать, 17-го открытия. для сути профессионалов. Все-таки 18-го, 19-го, 20-го это более открыта подія, более открыта, чем в Киеве. Но я и вдячна журналистам, и не только украинским, у которых достаточно 16 видений приезжают из Киева, я имею в виду, загальноукраинские. Но я очень вдячна журналистам, которые работают в Одессе, за то, что они такие патриоти своего города, и за то, что они поддерживают эту подию. И мне очень приятно, что и на вашем канале также можно увидеть репортаж за Одесса Holiday Fashion Week. Обязательно. Это очень хорошо. Если вернуться к модной индустрии, вы сказали о том, что дизайнеры украинские сегодня имеют хорошее образование, они образованы, они совершенно в контексте общей мировой культуры находятся. Где это образование не получают? Есть ли у нас в Украине профильные вузы, которые выпускают таких дизайнеров? Или они ездят учиться куда-то за границу, потом единицы возвращаются? Возвращается большинство. Возвращается большинство. Возвращается большинство. Звичайно, есть. Это, во-первых, государственные учебные заклады. И есть такие прям очень сильные средства. Это в Киеве, Киевский национальный университет технологии и дизайну. Это Львовская академия. Это Хмельницкая. Это Одесса. Это Харьков. Школа дизайну промыслового. Харьковская. Одна из самых известных в Европе. И авторитетнейших. И я тут могу сприйнять это как невеликое провокационное питание с вашего боку. Потому что, на жаль, наша государственная освета не дает вот этого шматичка бизнесового складового для наших дизайнеров. Они прекрасно обознанны в своей справе. Они прекрасные профессионалы. У них широкий святогляд и глубокие знания мистецтва. Бои цьям определяется очень много внимания. Не визначай бюзнесового складового. За цей бюзнесового складового они идут або до приватных учебовых закладов, або дейсно выезжают за кордон. До речи, черговую премию вот сейчас Италійський институт дизайну, який мы тоже запросили. И креативный директор Джованни Танело будет даже членом жюри нашего конкурса. А головой жюри будет Лиля Постоїть традиционно. Они, например, подаруют безкоштовное навчание в Милане на вот таком коротком курсе бизнес-фешн. Это очень хорошо. Хотя и украин-фешн-вик также мает несколько таких сессий лекционных, когда мы безкоштовно традиционно у нас происходит безкоштовно. Мы читаем лекции на разные темы, в том числе маркетинг и бизнес. То есть какие-то образовательные еще параллельно идут мероприятия. Такие-такие-такие додатковые. Это тоже такая хорошая традиция. И мне очень приятно, что оно дает, ну, такие, знаете, пометные кроки потом. Ты бачишь, как молодой бренд начинает рухаться. Ирина, сегодня появляется очень много профессий, которые так или иначе сопричастны моде. Например, такая профессия, как фешн-блогер, уже отдельной стала совершенно. Люди там неплохо зарабатывают этим делом, если они популярные блогеры. Как-то это влияет на моду, влияет на мнение дизайнеров? И вот говорят, что если раньше, допустим, мода с подиума выходила на улицы, то сейчас идет обратный процесс, когда дизайнеры подсматривают наоборот вот эту вот уличную моду и привносят и приводят ее на подиум. Есть такой действительно процесс или это уже не актуально? Это актуально, и когда мы говорим про социальные процессы, в том числе и такие, да, процесс такой ліберализации, демократизации моды, он безумно есть, он же третит несколько лет, даже не сезонов, хотя мы не такие, как все люди, мы не живем роками, мы живем сезонами. И дизайнеры всего света которые хотят понимать, чем живет улица, хотят быть зрозумимыми, принятными и для улицы, в том числе. Саша Каневский в своей остальной коллекции, которая была показана на Grand Fashion Week, он прямо проголосился. Он сказал, что немае мистецтва в галереях, немае мистецтва в музеях, мистецтва на улицах. То есть это то живое, да? Граффити, мурали, да, будь ласка, ты можешь дивитись, монументальный живопис, когда ты едешь в троллейбусе, не выходя из троллейбуса. Но я сейчас хотела сказать про то, что это тоже очень хорошо. Я не знаю, что вы иронично ставитесь до фешн-блогеров, но я надзвичайно счастлива, что появляется много профессий, которые действительно делают наших дизайнеров не какими-то дивными, знаете, такими одинаками, которые в каком-то болоте, в резервации. Да, в резервации, это точно. Мне очень приятно, что мы створим спільноту целых творческих людей, которые работают в разных сферах. Это и фотографы, это и фешн-блогеры, это люди, которые снимают прекрасные фильмы, это, не знаю, там, кастинг-директоры, это стилисты, которые работают сейчас на каждом канале, мабуть, у вас на канале тоже есть стилисты, который вам помогает создать актуальный образ с уважением до глядачей и я очень рада, что эта фешн-спільнота, она достаточно, возможно, и критичная, но все-таки объективная в процессе, которые происходят. И это делает загальный уровень того, что в Украине цих подей, коллекций, вистав, успеть заскочить в уходящий поезд. У нас в гостях была Ирина Данилевская, основатель и глава Оргкомитета Украинской недели моды. Я, Марина Баканурская, прощаюсь с вами до завтра. Впереди вас ждет выпуск новостей и вечер на Думской. Оставайтесь с нами, будет интересно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только новости культуры. Последние театральные премьеры. Самые свежие кинособытия. Открытие художественных выставок. И ни слова о политике. Ирина Данилевская.